Компульс, которые проводились на первый год-два, стал разрастаться. Стали появляться работы, которые эксперты, которые их оценивают, просто не могут отнести к какой-то той или иной номинации, или вот ребенок нам звонит, или родитель говорит, что мы хотим подать такой-то проект, но это как бы не совсем рисунок, это совсем изобретение, или относится к тому, чего у вас не указано в положении. В связи с этим конкурс у нас разрастался, и вот из этих самых трех номинаций мы разносили до 12. Причем 12 это еще даже не конец, потому что 12 номинаций, это, скажем так, немножко укрупненные, да, группы. Так, спасибо большое, я заговорился, да, я забыл листать. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Получилось, что теперь номинации 12, они как-то добьются внутри еще по тематикам и по возрастам, для того, чтобы было, скажем так, честно, да, и, скажем так, один возраст детей, да, участник занимался одним и тем же. Плюс еще один момент, на котором хотелось бы акцентировать внимание сразу и сейчас, вот, там, я говорю, там, про книги, про изобретения, про рисунки, кто-нибудь из вас не знает, и ты думаешь, ну, типа, вот, ну, понятно, ну, там, я лично двигатель изобрести не могу, не знаю, художественную школу не заканчиваю, рисовать не умею. Идея нашего конкурса, это прямо прописано на самом деле и на сайтах, и в положениях, и везде, нас не столько сильно интересует то, как вы это делаете. То есть нас больше интересует, все-таки, вот эта самая интеллектуальная собственность, которая, в общем-то, она неосезаемая, и поэтому методы, скажем так, воплощения могут быть абсолютно разными. И если вот даже, там, на примере рисунков, наверное, самое простое, вы не заканчивали художественную школу и, там, рисуете как-то, любители, да, просто любите, не знаю, рисовать на полях в тетрадке на уроках, но в этом, как бы, вот, в этом самом рисунке, вот, в этой самой идее, которую вы вкладываете в нее, есть что-то новое и уникальное, мы, как раз-таки, ищем это. Поэтому такое первое правило, рекомендация, да, пробуйте, потому, ну, в смысле, подавайтесь, рисуйте, творите, потому что вы никогда не знаете, собственно, где же все это дело выстрелить. Потому что всегда есть кто-то первый, да, и с теми же, с телефонами, всем известная компания Apple, которая первая выпускает телефон без кнопок, все думали, как так, типа, без кнопок неудобно, а теперь, однако, ну, практически все, да, включая даже людей, там, более старших, да, которые привыкли к кнопочным телефонам, все-таки переучились, и это стало нормой. Не знаю, телефоны вместо квадратных стали крупными, там, не говоря уже о том, что когда-то они были с проводами, да, стояли дома, а теперь можно ходить просто и разговаривать прямо на улице. А всегда есть кто-то первый, всегда этот первый, в большинстве случаев, скорее всего, не то, что не был одобрен, как бы, но вызывали сомнения, да, и вопросы по поводу того, что он делает, зачем это происходит, но в дальнейшем, как раз-таки, вот эти самые, самые, скажем так, амбициозные, да, и самые необычные идеи, в результате, дают самый большой результат, допустим, из-за Каламбур, становятся самыми успешными. Поэтому в этом году у нас есть ряд номинаций, они где-то у нас на следующем слайде будут, я до него дойдем, я пока что по ним зачитаю и пробегусь. А, собственно, первая, да, номинация рисунок, номинация по рисункам, у нас называется мастер дизайна, и включает в себя несколько под номинаций, как я и говорил, уже по номинациям. Я, собственно, пробегусь по названиям, которые у нас есть, да, расскажу про гени-классы, и в местах, которые, может быть, там, по формулировке, как-то, непонятно совсем, да, о чем тематика, я прошу вас не стесняться, там, поднимать руку, можно выкрикивать, но только как-то, ну, более или менее централизованное, а я, собственно, буду пояснять, да, о чем это, что конкретно мы ищем, да, и какие вот идеи, там, может быть, примеры, которые я знаю, могут сюда относиться. Итак, влажащийся с первым, пятый класс для самых маленьких, у нас есть такая номинация, которая называется «Жизнь сказочных вещей в наше время». Она, как-то, широкая, в общем-то, довольно понятная, но таких, прям, уникальных работ, которые на моей памяти возникли, их довольно много, во-первых, во-вторых, вот такие, которые, прям, запомнили, запали в душу мне, это, все из вас знают, да, в сказках русских, вот эта знаменитая тарелочка, да, по которой каталась яблочко и показывала, там, другое место, там, будущее, прошлое, там, в зависимости от сказки. А, собственно, что в наше время, как бы, показывает, в общем-то, ну, какую-то, как бы, реальность, да, которая находится вне тебя. Телевизор, подсказка, да, такая, ну, не подсказка, а ответ на вопрос. И в итоге, вот, ребенок нарисовал, как бы, совместилось, как бы, так, в рисунке, вот это вот самое яблоко на тарелочке, но, как бы, вместо вот изображения внутри, там, условно говоря, были новости, как по телевизору. То есть, как бы, вот, понятно, да, примерная логика, что вот как, скажем так, предметы, да, идеи, которые были в сказке и которые исполняли сказочные предметы, вырываются в нашу жизнь, как бы, собственно, как это происходит на самом деле в окружении. Следующая номинация, тоже, также с первого и пятого класса идет, называется «Идеи писателей фантастов современной жизни». Это, примерно, то же самое, да, но уже не только про сказки, но и, в принципе, про фантастические книги, про, не знаю, про волшебные палочки, самолеты, вертолеты, там, телепортацию, ну и прочее, прочее, да, то, что можно следить в книгах мощной фантастикой. Тут, я думаю, тоже вопросов, в общем-то, не возникает. Следующая номинация у нас идет «Общая» для всех 11 классов. «Общая» потому, что она доступна всем, и, в общем-то, тут сравнивается как раз, как я уже говорил, не то, как она выполнена, а сама идея, которая в это заложена, а это мастер-дизайн архитектуры будущего, да, то есть тут тоже, я думаю, все понятно, то, как вот вы видите, как вы думаете, будут выглядеть дома, здания, там, не знаю, парки. В будущем все из вас смотрят фильмы, я думаю, в кинотеатрах, да, и дома. И согласитесь, что хотя там фильмов, я не знаю, сотни, тысяч, если не миллионы, наверное, выпущено, и все равно, как бы, где-то есть там какие-то свои архитектуры, все это рисуется под каждый фильм по-разному, и всегда, как бы, есть какие-то там небольшие изменения, да, и какие-то фантазии на эту тему. Тобственно, поэтому, если у вас есть такие идеи, как же, в каком будущем будем жить, мы с вами, да, наши дети, внуки, просим вас предлагать свои варианты рисунков в этой номинации. Также с 1 по 11 класс есть такая у нас новая номинация, раньше не было, в прошлые года, называется «Логотип моей школы». Про логотип я сегодня вкратце уже говорил, да, что у каждой компании есть свой логотип, а ваша школа, собственно, это тоже, да, вот, огромный коллектив, который трудится, помимо того, что вы занимаетесь учебой, у вас проходят какие-то там неучебные мероприятия, вы участвуете в соревнованиях там, в городских, в областных, во всероссийских. А если вот у вашей школы, может быть, нет логотипа, или там, вы с ним, может быть, согласны у вас свои предложения, мы предлагаем вам, да, в этой номинации предложить, как вы видите лицо, да, вот этот вот товарный знак вашей собственной школы, с ней вашей посетительной запиской, то есть почему, да, то есть что на ней изображено, почему именно так, почему вот вам кажется, что этот логотип может быть представлять вашу школу. Так же в номинации с 1 по 11 класса в следующем есть машины и летательный аппарат 22 века, думаю, тоже все понятно, да, в общем-то, то, как превратится уже не архитектура нашего будущего, будет выглядеть не архитектура нашего будущего, а машины. И с 1 по 11 класса есть такая особая номинация, которая появилась у нас в прошлом году, благодаря таки Совету Федерации, о котором я сегодня уже упоминал. Есть примерно какой-то доказательный, что такое региональные бренды. Слышали, может быть, такое понятие? Да, нет, не знаю. Тульский пряник, астраханский арбуз, знаете, да? Вопрос такой с подвохом, нахотя мы в школе шампанское, провинция шампань, все, наверное, про это дело слышали. Собственно, дело в том, что, казалось бы, такой вот момент, который, на самом деле, я даже тоже об этом изначально не знал, что вот такие товары, которые производятся в каком-то уникальном месте, да, и имеют свойства вот только непосредственно при изготовлении в этом регионе могут охраняться как интеллектуальная собственность. Про шампанское, опять-таки, да, примерно самое такое известно, что шампанское – это только то, что производится в провинции Шампань, что астраханские арбузы, хотя они, в общем-то, такие же зеленые, там, и такие же, там, красные, не знаю, с таким же количеством косточек, они в Астрахань абсолютно другие. У них там в связи с тем, что, не знаю, там, температурный режим другой, какие-то дополнительные, там, минералы, не знаю, в почве, может быть, находятся. Они обладают свойства, и другие, не знаю, там, слаще, вкуснее, не знаю, может быть, там, больше по какой-то причине становятся. И это становится региональным брендом. И сейчас в нашей стране активно ведется поиск вот этих самых брендов. Было принято решение о том, чтобы вот все главы регионов нашей страны нашли, как минимум, по одному, а лучше, там, по два и больше таких региональных брендов у себя. И вот когда это задание Совет Федерации, собственно, дал во все уголки нашей страны, мы даем еще такое же задание нашим участникам. Поэтому, ну, в данном случае здесь все из Санкт-Петербурга, поэтому вот, если вы знаете, то, чем, скажем так, может гадиться Санкт-Петербург, и что вот такого уникального в нем есть, просим предлагать вашу идею в эту номинацию. Из примеров, которые уже были в нашем таком пробном замене, это петербургская корюшка. Я, например, про такой не знал, пока конкурс начался, оказывается, вот Петербург очень любят корюшку и, по мнению одного из ребят, напахнет огурцами, как это ни странно, но подтвердили, там, предавали экспертам, спрашивали, сказали, что да, есть такое. Потом у нас были петербургские зонтики. Некоторые дети, оказывается, знают, видимо, благодаря родителям, что есть такое ленинградское скимо мороженое, которое происходит только в Ленинграде по каким-то уникальным рецептам. Потом у нас есть какая-то компания, которая производит краски, тоже какие-то там уникальные, основанные на специальном смеси чего-то, я технически это все не сильно понимаю. Так что такое вот есть, опять-таки, для себя, для общего развития, чтобы похвастаться вот этим самым достижением своего региона. Эта номинация была создана, поэтому, если есть идеи, приглашаем вас. Следующая номинация большая, да, с рисунками мы закончили, называется «Мастер слова». Она тоже проходит по номинациям по возрастам. Первое, это отвечающий из первого и пятого класса «Моя интеллектуальная собственность». Это вот как раз до вопроса, в принципе, наводящий, который я вам задавал, о том, что такое интеллектуальная собственность. Хотелось бы послушать от вас в обратную сторону, то есть как вы видите интеллектуальную собственность, чем вы, да, вот ученики школы занимаетесь, где вот вам видится интеллектуальная собственность может возникнуть. Сочинение на эту тему мы принимаем от учеников в первый и пятый класс. Для учеников шестого и седьмого класса интеллектуальная собственность и шоу-бизнес. Я сегодня уже приводил пару примеров по поводу музыки и по поводу видеороликов. Я думаю, все из вас слышали про эту веселую историю про Blackstar и Егора Крида, которая была в этом году, да, о том, что Егор Крид мог стать уже не Егором Кридом, а имя оставалось на соответствии с вами Тимати, что там права на песни передаются, исчезают, там название группы использовать нельзя и так далее, и так далее. Собственно, это вот примеры, которые вот тоже мы предлагаем вам исследовать, да, может быть, про какие-то вы знаете, может быть, про какие-то, вы сделали такую небольшую исследовательскую работу. Сочинение на эту тему принимаем от вас. И последнее для самых старших с восьмого по одиннадцатый класс, есть такая прям очень всеобъемлющая интересная тема, называется «Патентные войны». Я говорил так, ну, вскользь, да, не без подробностей о том, что, собственно, помимо того, что интеллектуальная собственность есть у вас, и она принадлежит вам, практически всегда находятся те люди, которые, собственно, пренебрегают вашим правом и пытаются вашей интеллектуальной собственностью воспользоваться без вашего ведома, собственно, приобретая, получая деньги, репутацию и так далее, и так далее. Есть такой термин «Патентные войны», который как раз таки покрывает, да, вот все вот эти истории о том, когда вот происходит борьба, да, между правообладателем и тем, кто нарушает. Поэтому какие-то вот такие крупные примеры, там, у больших компаний, может быть, у маленьких компаний, может быть, вы не знаю, сталкивались где-то там по своим интересам, не знаю, по играм, по музыке, по кинофильмам, не знаю, по комиксам, неважно. Такие примеры мы тоже хотели бы от вас послушать. И последняя под номинацией в этом году, она у нас приурочена в этом году, ну, в следующем, соответственно, году будет годовщина Великой Победы, как вы все знаете. И мы хотели выложить от вас от всех, абсолютно со всех классов с 1 по 11, чтобы вы провели такой небольшой поиск и рассказали нам об изобретениях, да, периода Великой Отечественной войны, которые, в общем-то, внесли существенный вклад в ее, собственно, окончание. Ну, и как-то повлияли на ее ход. То есть, там, может быть, какие-то новые техники, не знаю, новые виды медикаментов, новые там варианты производства чего-то. То есть, то, что вот именно благодаря интеллекту, благодаря интеллектуальной собственности, благодаря каким-то изобретениям и нововведениям, изменило ход войны. Эта вот номинация, которая у нас будет в этом году, ее курирует Министерство обороны Российской Федерации. Там тоже есть управление по интеллектуальной собственности. И поэтому им будет, опять-таки, очень интересно, собственно, во-первых, познакомиться с ребятами, такая вот маленькая патриотичная под номинация. Плюс я об этом буду говорить чуть дальше, там, в рамках более широкой номинации Министерства обороны. Есть целый ряд мероприятий, которые вот именно по этой тематике проходят, скажем так, параллельно, да, с нашим конкурсом. Третья номинация – это «Изобретение». Большая номинация. Тут, я думаю, в общем-то, все выходит из названия, да, понятно. У нас есть целый ряд направлений, которые мы обозначили. Это робототехника, это экологические проекты, то есть какие-то приспособления по очистке, не знаю, водоемов, окружающей среды и так далее. По номинации «Новые приспособления для улучшения качества жизни» не маломобильный групп населения. Как вы знаете, сейчас у нас везде что абсолютно прекрасно. Там в каждом из новых домах строят специальные пандусы, да, для подъема людей, которые там не могут быть здесь какими-то физическими особенностями. А сейчас там, условно, повсюду, не знаю, во всех лифтах, дверях, да, бричках, как правило, есть шрифта-брайля, да, тоже указания для людей, которые, может быть, плохо видят или не видят совсем. И вот, собственно, если у вас есть какие-то идеи, да, как вот улучшить и сделать проще жизнь нашим согражданам, да, горожан, такие работы принимаются в эту номинацию. И последствия, собственно, иные технические модели, приборы и способы. То есть если у вас что-то не попадает в перечисленное мной выше, положение есть на сайте, сразу сделано в вашу ремарку, это все можно будет прочитать, то вы также можете, собственно, податься вот в эту подробнику «Иные». Ваша работа, безусловно, она будет рассмотрена и оценена по заслугам. Следующая номинация – это «Иношно-исследовательская работа». Она тоже, собственно, является такой в виде исцена, в виде реферата. Я думаю, в старших классах, особенно, все писали какие-то рефераты на уроке. Это вот такое более глубокое, более подробное исследование, как сказать, по истории бренда, по какого-то изобретения. То есть это не совсем сочинение, да, которое там ваше личное, скажем так, мнение, а вот именно работа какая-то по поиску информации, там, с ссылкой на факты, на источники и так далее. То есть это тоже довольно простая номинация, подробнее остановиться не буду. Следующее. Мы говорили о том, что вот есть рисунок, да, с ним, в общем-то, как вот все понятно, ну, классическое изображение. А есть авторское право, которое касается книг и музыки, тут тоже, в общем-то, все понятно. Есть изобретения, которые тоже, в общем-то, мы, в общем-то, пробежались. Но, помимо прочего, на самом деле, объектов интеллектуальной собственности гораздо больше. И все так, очевидно, что к чему относятся. Например, есть такая номинация, которая совпадает с одним из объектов интеллектуальной собственности по нашему законодательству. Называется промышленный дизайн. Собственно, сюда относятся как раз какие-то, если подумать, там, условно, телефоны. Он, в общем-то, телефон. Он звонит. То есть, как бы, изобретение, в общем-то, уже как бы осуществилось. Однако телефоны выходят каждый год, каждый полгода новые. То есть, в общем-то, они делают одну и ту же функцию, но с какими-то изменениями, не знаю. Становятся там лучше камеры, меняется внешний вид. Сейчас там все ждут, когда прям масса, чтобы пропускаться гибкие телефоны. Там, телефоны с экраном, телефоны без экранов, там, с антенны, без антенны. Раньше там было много кнопок, потом стала одна кнопка, вот эта кнопка Home, да, на телефонах. Теперь телефон стоит вообще без кнопок. Там, с распознаванием отпечатков пальцев, с распознаванием вашего лица. Все это, как бы, оно дополняет существующее изобретение. Много его при соединении, при присоединении вот этого самого небольшого дополнения к существующему изобретению получается промышленный дизайн. То есть, это какой-то новый объект, который имеет какие-то другие характеристики. Здесь у нас в направлении компьютерные аксессуары, значит, там, мышки, необычные формы, клавиатуры. По поводу мышек вопрос. Все, да, пользуются компьютерной мышью, я думаю. Все это пользовались. Попадались разные мышки, наверняка, там, меняли в своей жизни, да? То есть, это бывает, там, две кнопки, бывает, три кнопки. Ну, две кнопки, наверное, уже не застали, раньше такое было. Бывают мышки с колесиком, бывает без колесика, бывают там кнопочки сбоку, да, дополнительные. Игровые мышки, там, они светятся, там, быстрее настраиваются и прочее, прочее, прочее. Да, там, проводные, беспроводные, понятно. Знаешь, что такое трекбол? Видел хотя бы раз, нет? Трекбол. Такая тоже интересная мышка, на самом деле, видел ее в Америке, как-то в Россию, видимо, не прижилась. Ну, это такая, собственно, по размеру, условно говоря, мышка, она даже так же ложится, как бы, на стол, конечно, у нее руку, но суть в чем. Ты двигаешь не мышку, а там такой находится большой круглый шарик. То есть, ты, типа, средними пальцами, да, двигаешь этот шарик и двигаешь мышку, а кнопки жмешь, соответственно, другими пальцами, которые оставишь. Знаю, как ты ее держишь. Вот такой, ну, опять-таки, если, не знаю, там, едешь в метро, не знаю, там, в самолете, видеть возможность прямо возить мышку по столу, можно поставить, там, условно, на колено, да, и вот, как бы, просто, крутя шарик, двигать мышку. На самом деле, довольно удобно, но почему-то в России я вот такого, прям, массового потребления ее не видел, но, тем не менее, это есть. Это один из примеров, как это может выглядеть. Собственно, одежда и обувь, да, тоже понятно, собственно, там, куртка, она всегда куртка, платье, она всегда платье, однако каждый год появляются новые коллекции, новые, там, модели, новые тренды, там, с дополнением, не знаю, рюшечек, там, колечек, отверстий, там, не знаю, бус, там, чем только сейчас не украшают, не делают. А, собственно, это тоже относится к промышленному дизайну. Ну, собственно, и дальше спортивный инвентарь, настольные игры, да, то есть тоже, как казалось, ну, там, условно, кубик, не знаю, там, картинки, картонки, там, что-то, поле для ходьбы, возможно, у этой игры есть. Но, опять-таки, они все между собой отличаются, это тоже является промышленным дизайном. Ювелирные украшения, посуда, этикетка и упаковка, да, тоже, там, тот же сникерс, условный, так, кого-коло, они постоянно меняют свое изображение, прочие дизайнерские решения. Собственно, здесь также подается, получается, вот, по любой из указанных тематик, и, собственно, в дальнейшем будет оценка непосредственно, там, по первому, пятому классу, шестому, седьмому и восьмому, одиннадцатому. Следующая номинация у нас есть, я просто про нее проговорю, называется «Ителлектуальные способности неограниченные возможности». Наш конкурс максимально открытый. Мало того, что мы, собственно, стараемся привлекать детей всех возрастов, нас первого по одиннадцатый класс, ну, и в том числе, вот, школы-интернаты, да, и дети, которые, там, маломобильные, с какими-то ограничениями здоровья, также могут принимать участие, потому что, как, собственно, исходит из названия, да, которое мы придумали, что, собственно, ваши какие-то, может быть, физические, там, недуги, да, они никак не мешают вам мыслить, творить, собственно, и вот ту самую интеллектуальную собственность, чтобы она возникала. Следующая номинация будет интересна тем, кто любит заниматься видео-съемкой. Сейчас очень популярен формат интервью, да, все знают, там, ну, про Дудя, наверное, знают абсолютно все, да, многие, там, смотрели в интернете. Ну, и, в принципе, если вы, там, смотрите Дудя, мне, там, на Ютубе, то вы наверняка видите, что там рекомендованных, да, там есть много-много всех, там, канала «Поговорить», я знаю, тоже, я смотрю, мне нравится, там, ну, и много, в принципе, кто таким форматом занимается, такие интервью берет. Собственно, мы вот этот формат, да, решили тоже, как бы, использовать. Мы назвали номинацию «Интервью со звездой». Здесь, собственно, мы просим вас найти в своем окружении, может быть, в школах есть, может быть, у коллег есть, может быть, там, родственники какие-то есть, там, родственники друзей, может быть, просто какие-то компании, которые вам интересно попробовать связаться с ними. На всех таких предприятиях, которые занимаются каким-то творчеством и изобретательством, всегда есть люди, которые эту работу ведут. То есть, если непосредственно сами изобретатели, которые изобретают непосредственно, есть патентные поверенные, которые занимаются там патентным поиском, проверкой всех этих изобретений на то, что они новые или не новые, оформлением заявок на получение вот этого самого права собственности и так далее. Мы предлагаем вам таких людей найти, с такими людьми поговорить, взять у них интервью и, собственно, во-первых, научиться чему-то самим, да, ну и просто поделиться вот теми знаниями, которые вот вы получили благодаря этому человеку в формате видеоинтервью. Третья, ой, следующая точнее номинация, извиняюсь, я уже вот говорил по поводу управления интеллектуальной собственности Министерства обороны. Расскажу тоже небольшую предысторию. Лет пять назад, наверное, мы собирали номинацию «Рисунок», и у нас вот был такой один из рисунок, не помню, только я из была, мальчику, который это нарисовал. Он нарисовал такую, ну, условно, подводную лодку, да, то есть какой-то там вот корабль подводный, который вместо того, что он стреляет ракетами, да, там, ну, или, там, как там это сейчас происходит, у него вот передняя часть, да, ну, условно, там, носа самого корабля, он открывается, и, как бы, лодку противника, да, как, в общем-то, поглощает, то есть, по-своему роду, не знаю, аппордаж, ну, не совсем не знаю, то есть, но имеет какие-то определенные свойства, которых раньше, в общем-то, никогда не было. Мы, вот, отправили эту работу, да, связались с Министерством обороны, сказали, что вот есть люди, которые жаждут защищать нашу Родину, которые будут видят так, там, вооружение нашего будущего. Министерство обороны заинтересовалось, во-первых, этим мальчиком, во-вторых, ну, в принципе, вот этой вот идеей, и на протяжении уже многих лет принимают участие в нашем конкурсе, какие-то собственные номинации, важные для обороны страны, где они принимают все ваши идеи и наработки, которые касаются обороны нашей страны. Казалось бы, там, может быть, по первому впечатлению это относится, в первую очередь, к парням, которые любят, там, не знаю, пострелять, танчики, машинки, не знаю, самолетики и так далее, но, как выяснилось, нет, что мне, на самом деле, было очень приятно. В этом году у нас участвовала девушка, которая предложила уникальный, с особыми свойствами, подробностей не буду рассказывать, комплект перевязочного материала. То есть, ну, пинт, условно, как бы, да, но он, там, сделан из специального материала, со специальными креплениями и так далее, и так далее. Поэтому война – дело не только мужское, но и женское. Защита может быть разная, то есть, собственно, человек, который защищает, ну, и помощь тому человеку, который защищает. Поэтому, если у вас такие есть, такие идеи имеются, мы приглашаем вас в принятии в этой номинации. Ее оценивают специально личное Министерство обороны, у них, собственно, экспертный совет жюри, который этим занимается. И это вот та самая номинация, о которой я говорил, которая имеет, скажем так, свои дополнительные мероприятия. Последние два года мы принимаем участие в международном форуме «Армия», который проходит в Москве, в Кубинке. То есть, там была вот 18-19. Может быть, слышали довольно большое мероприятие, там по телевизору показывают новости, там огромная выставка техники, там приезжают много-много разных стран и принимают участие. И вот наш круглый стол, который называется как номинация «Важность для обороны страны глазами детей», проходит уже два года в рамках этого форума. Собственно, победители в этой номинации работы представляются на форуме, они представляются в аудитории красиво, торжественно. Находятся в зале представители предприятий, которые занимаются оборонно-промышленным комплексом. Они слушают ваши работы, они дают какие-то советы по тому, как работать, в каком направлении, может быть, дальше продолжить свои исследования. Может быть, есть варианты, что они уже готовы и заинтересованы в использовании ваших разработок. Так, например, у нас один из парней, который учится в Нахимовском училище здесь, в Санкт-Петербурге, разработал целых девять вариантов рюкзака, то есть кто-то с разными креплениями, с разными возможностями открытия, носки, переноски, совместно с палаткой и так далее, и так далее. И вот сейчас как раз у них уже есть опытные образцы, то есть как бы сначала нарисовал, продумал, условно говоря, сшил первые образцы сам, а теперь как бы мы занимаемся тем, что стараемся внедрить это в производство непосредственно уже для поставки вооруженные силы. Поэтому всех приглашаем вот в эту номинацию, кому такой формат может быть интересен. Следующая номинация также для тех, кто любит работать с камерой, называется у нас режиссерский взгляд. Он у нас создает из двух направлений. Первое – это мультипликация, то есть, не знаю, флеш проигрыватель, то есть, не знаю, можете рисовать и другие, если такие умельцы имеются. Собственно, принимаем мультики, да, короткие. И второе – это короткометражное кино. То есть, если кино, во-первых, должно быть как-то интересно снято, раз, второе – позвать какую-то мысль. С некоторыми вариантами работы можете ознакомиться. У нас это тоже есть на сайте, на нашем YouTube-канале, выложим в группе ВКонтакте, посмотрите, как это примерно выглядит, можно так, что там. И у нас осталось последние три номинации, про которые я пройду довольно быстро. Первая номинация называется «Сделай мир краше». То есть, это какие-то вещи, которые вы делаете, условно, своими руками, и которые, скажем, делают наш быт более ярким, более красочным, более веселым. Сюда относятся произведения декоративно-прикладного искусства. То есть, все понимают, да, что такое декоративно-прикладное искусство? Из бисера, не знаю. Я, например, плел в лес, как это не странно. Рисуют там, может быть, чьют или что-то еще делают. Произведение архитектуры, градостроительства и садов. То есть, это какие-то макеты, не знаю, там, парков. В этом году вот парень рассказывал, у нас представлял работу, как благородить парк здесь, в сельском районе тоже у нас. В этом номинации вот для вас тоже для рассмотрения. А есть номинация, которая называется «Самый креативный». Это, собственно, если вы уже как бы давно, скажем так, в теме, да, в деле, занимаетесь какой-то вот творческой деятельностью, привлекаете к этому других людей, организуете какие-то дополнительные мероприятия, то вот мы хотели бы о ваших мероприятиях послушать, да, узнать. И вот эти работы будут в этом номинации с описанием этого проекта. И последнее – это проект малого инновационного предприятия. Это если вы уже что-то производите. То есть, допустим, у нас ребята, по-моему, с 547-ой школы, если я неправильно говорю, да, Алексеевна? С «Аванчаем» же ваши были ребята? Да. Вот, собственно, ребята, которые занимаются производством, ну, не производством, если там, а как это, сбором, упаковкой. То есть, предприятия, которые ребята там собирают, ну, не собираются, но плантациях на индийских, ну, когда чай достают, упаковывают, там, не собственное наименование, собственно, там, логотип бренда, они вот его продают. Поэтому тоже, если у вас есть вот такие уже достижения, то тоже можете ими похвастаться. И, в общем-то, собственно, это вот только что касается номинаций – все. По подробностям, какие номинации, что подается, как это выглядит, какие документы нужны. Во-первых, можете ознакомиться на сайте, есть, собственно, и полный текст положения, и дополнительная информация там по каждому, по каждой номинации более подробная. Плюс я готов ответить на какие-то вопросы сейчас, если они у вас возникли. Есть такие? Ребят? Друзья? Вот, прости, пожалуйста, да. А можно нам вот микрофончик, если не сложно, второй? Где-то же был? Или я спущусь, не страшно. А, нет, я стою на камере. Нет, мне нельзя. Я буду стоять здесь. Здравствуйте, а можно вопрос, как можно зарегистрироваться или попасть на ваш конкурс? Собственно, да, самое важное. Можно последний, по-моему, слайд, там есть ссылочка непосредственно на сайт, и я ее просто озвучу. Сейчас колени переключат. Собственно, это вот фотографии, да, самое, что называется, приятное, не сказал. А, собственно, мы эти работы собираем, мы их собираем в течение почти что полугода. Вот мы начали 25 ноября, нет, 15 ноября, в прошлое пятницу, в прошлое, но когда-то было, это я сегодня забыл. Очень много идет за... 15 ноября в архах Петербургского инновационного форума официально открыли новый сезон. Собственно, вы уже можете, ну, вы и ваши ребята, коллеги, там, других городов уже начали готовить свои работы. Заявки подаются вплоть до конца февраля, тогда, середины марта, после чего, собственно, подводятся итоги во всех регионах, то есть появляются региональные победители, после чего победители регионов попадают в финал, и среди вот победителей со всех регионов мы выбираем финалистов, которые уже будут финалистами именно международного конкурса и его большого финала. После чего 26 апреля Международный день интеллектуальной собственности все собираются здесь, в Санкт-Петербурге, на торжественной церемонии вручения, где вас ждут музыка, конкурсы, номера, заслуженные грамоты, призы, дипломы, приветственные слова от всех перечисленных организаций, которые я называл в начале, от других гостей, да, от экспертов, это такое вот большое-большое торжественное мероприятие, которое последние два года у нас проходило вот в школе номер 547, за что им отдельное спасибо такое небольшое, ну не реклама, но благодарности, поэтому, собственно, приглашаем вас, да, и даже если вы вдруг там, не знаю, не победите, хотя желаю вам всем, безусловно, победы, или просто вам интересно, мероприятие открытое, мы вас официально уже вот прямо сейчас так приглашаем, в следующем году 26 числа оно будет проходить. Собственно, фотографии были на экране. По поводу, как подать заявку, отвечаю на вопрос. Собственно, во-первых, ну можно просто гуглить школьный патент, выдаст ссылочка на наш сайт в поисковике. Сайт называется так же, schoolpatent.ru Школьный патент. Там, собственно, сайт, там есть информация с фотографиями с прошлых лет, там какие-то новости о мероприятиях, которые у нас уже прошли, списки победителей прошлых лет, которые тоже можно посмотреть, откуда ребята принимают участие. И там же прямо есть кнопочка «Подать заявку». Сразу же акцентирую внимание. Просто, ну, может быть, до вас не кажется, но на всякий случай предупреждаю. Как правило, все люди ленивые. Все подают заявки в последний момент. Если, как бы, конкурс идет с ноября по 20 марта, то наверняка все заявки будут 10 марта в лучшем случае. Потому что все будут тянуть и готовиться. Но, тем не менее, если вдруг вы сейчас заинтересуетесь, там сейчас форма регистрации немножко будет, на самом деле, обновляться. То есть, вы там номинации, вот я вот которую назвал, да, у нас появились новые дополнительные. Появятся новые региональные дирекции, которых не было. Поэтому пока что, как бы, форма регистрации открыта. Можете посмотреть, какая информация от вас требуется. Но, собственно, пока сама регистрация официально не работает. Мы официально, там, отдельно на сайте же, прям новостью и в группе ВКонтакте. То есть, школьный патент. И в Фейсбуке также школьный патент можно найти. Вывесим информацию о том, что там форма регистрации открыта и готова к использованию. Спасибо. Ну, собственно, ну, почта также вот указана на слайде. Я не знаю, можно потом будет презентации, наверное, раздать, да? По школам. Собственно, там есть почта электронная. Можно, во-первых, писать на нее. Она также указана на сайте. Там есть все телефоны, в том числе мой. Собственно, звоните в любое время. Мы, во-первых, там консультируем по подаче заявок и по доминациям. По всему-всему-всему, собственно. Как школьники, так и учителя, так и родители, так и директора. Все, кому интересно. Так. Здравствуйте. А можно работать всем классом или только одной? Всем классом нельзя. Вопрос хороший. Ну, все-таки интеллектуальная собственность, она хоть и бывает групповая. Но все-таки чем меньше авторов, тем меньше конфликтов в коллективе. У нас групповая заявка предусмотрена. Она у нас прописана также в положении. Она у нас до четырех человек. То есть, как бы, ну, коллективами до четырех человек. Если, как бы, собственно, у вас какая-то, там, ну, скажем так, не то, что в четыре человека не вкладываетесь, но вот у вас уже существует, там, вот это, там, инновационное предприятие условное. И у вас там уже не четыре, а уже, там, не знаю, семь. Ну, кого-то увольнять, что называется, предприятие за такое ради конкурса было бы, наверное, некрасиво. Поэтому, в любом случае, вы все такую заявку можете подать. То есть, соответственно, ну, просто, там, с какими-то пояснениями. Мы максимально открыты и просты в общении, как бы, и понятливые люди. Поэтому мы, само собой, там это посмотрим и обсудим, мы этот вопрос решим. Но вот базово следует до четырех человек заявка. Вот раньше была такая под номинация, называлась изобретение, под номинация программы в номинации изобретения. Да. Осталась ли она сейчас? И если она есть, то в каком виде подавать лучшую саму программу? А я не озвучил ее? Нет. Так, я сейчас не буду тратить время на то, чтобы перечислить в это все положение. Она у нас пошла в промышленный дизайн, если я не ошибаюсь, как программный продукт. Она у нас осталась, да. Если нет, вот, если может, на эту почту как раз-таки зайди и напиши. Мы это поправим. Она осталась, да, просто она раньше была прям как отдельно номинация программный продукт, а теперь мы ее убрали. Программный продукт? Номинация 8.1. Изобретение, да, именно программный продукт. Он в номинации изобретения остался, потому что мы это уточним. Да, она осталась, собственно, подается, ну, собственно, подается там, в общем-то, ваш код, да, там, не знаю, если у вас уже есть, ну, там, как, оболочка, да, скажем так, работающая программа, то прямо готовая она с описанием, то есть как она работает, там, чем она отличается. То есть тоже, там, калькулятор, да, но опять-таки для тех, кто, там, не занимается программированием, просто расскажу, там, как вот, что касается программ, программ. Не знаю, там, калькулятор, да, все там пользуются. Калькулятор, может быть, не знаю, там, на телефоне Apple, телефоне Samsung, на Windows, не знаю, там, на Mac, кто пользуется MacBook'ами. Там, собственно, в каждом устройстве, в общем-то, он есть. Как бы, он выполняет одну и ту же функцию, он там, выглядит по-разному, алгоритмы у него какие-то разные. Собственно, и вот зависимость от того, как это используется, если, как бы, код, который это программирует, может быть, ну, тоже считается интеллектуальной собственностью. Поэтому это не обязательно какая-то, там, программа, которая делает то, чего никто раньше не делал, но делает это по-другому, там, может быть, быстрее, весит меньше, там, более надежно, не знаю, хранит информацию дольше и так далее. Это тоже рассматривается, да, такая заявка есть и осталась. Да. А вот вы говорили про номинацию режиссер. Да. Короткометражный фильм должен быть, сколько человек, любая тема? Тема, да, у нас, в общем-то, она любая. Собственно, мы смотрим, во-первых, на режиссерские, ну, не то, что там, режиссерские, прям, навыки, но это, первое, должно быть, снято, да, как-то, ну, интересно. А плюс-таки то, что касается, как-то, вот, интеллектуальной собственности, в широком смысле этого слова. Это, может быть, там, про то, как вы что-то создаете, там, историю какого-то изобретения, не знаю, какой-то там группы. То есть, ну, я так перечисляю какие-то вещи, но это не то, что какие-то рекомендации к действию, а прям максимально широко. В принципе, творчество, оно во всем практически, но главное, чтобы вы, как бы, вот эту вот идею, да, как-то отобразили визуально. Если хочешь, потом просто можем еще отдельно переговорить, чтобы, ну, я тут много и очень долго не разговорствовал, я тебе там, ну, покажу, расскажу, где, кстати, примеры, которые у нас были, и, как бы, что вот из этого мы считаем как-то там правильным и нужным. Хорошо? Я хотела спросить, а сколько человек должен, ну, можно, чтобы снимались конкретно на фильмах? Снимались сколько угодно. Ну, собственно, опять-таки, там, в зависимости от тематики фильма. Но тут тоже, да, собственно, как его интеллектуальной собственности, как и в правах, собственно, есть, там, режиссер, который, собственно, отвечает за сценарий, есть, там, не знаю, костюмер, который отвечает за костюмы, есть актер, который исполняет роль. Собственно, у всех у них, как бы, свои собственные права, да, своя собственная часть участия. А если, условно, вот вы, там, девушка или две вдвоем, там, придумаете сценарий, составите, там, позовете какую-то там, массовку, условно говоря, своих одноклассников, снимите фильм, В общем-то, фильм, условно, ваш. Можете подаваться вы вдвоем. Если кто-то принимал активность именно в создании фильма, а не просто в игре, условно, как актерской, тогда, в общем-то, неограниченное количество. Да, опять-таки, фильм короткометажный, поэтому снимать массовую баталию на 100 человек, ну, конечно, можно, но, наверное, это было довольно странно. Да. Здравствуйте. Такой вопрос. Дает ли этот проект дополнительные баллы или какие-то привилегии при поступлении в УС? По поводу дополнительных баллов. Смотри, какая история, рассказываю. Там, что называется, и да, и нет. Первое. Я, смотри, старший класс, ученица. Собственно, все знаете, да, что в УЗах, помимо баллов КИГ, есть этот самый конкурс «Портфолио». Собственно, в этом конкурсе «Портфолио» есть, скажем так, два разряда. Первое – это олимпиады ВУЗа, даже три. Первая олимпиада, собственно, ВУЗа, которую он проводит, за которую добавляет баллы. Второе – есть, так называемый, перечень, как он называется, правильно ли я скажу. В общем, олимпиады конкурсов, которые федеральные, которые для всех, ну, для всех ВУЗов действуют одинаковые. И третья, как бы, часть – это вот просто такие, там, грамоты, призы, участие, там, патенты, если есть. Вы их прикладываете, и ВУЗ уже, как бы, на собственном рассмотрении, там, на момент количества, там, заявок и всего остального, там, при, там, не знаю, прочих равных, если там, баллы по ИГА одинаковые, их уже, собственно, оценивает, да, и может принять решение о том, что назначить или не назначить. Отвечать на вопрос уже конкретнее. У нас в регионах, региональные дирекции довольно автономные, как бы, и, соответственно, они с ВУЗами будут работать самостоятельно. Что касается, допустим, Республики Коми, я считаю, что в Севктывкаре три ВУЗа именно дают дополнительные баллы при поступлении. В Санкт-Петербурге сейчас, наверное, вот я, ну, на этот год, если следующий год, надо уточнить, университет ИТМО, на базе которого конкурс проходил изначально, который его курирует, тоже баллы давали, по-моему, в количестве, не ошибаюсь, в двух. Но, как бы, что-то в планах на будущее, да, и о том, что мы делаем сейчас. Вот когда подключились мы к работе Советом Федерации последние два года, мы сейчас подали заявку на включение как раз-таки конкурса именно в федеральный перечень. И мы надеемся, что к следующему лету, когда этот перечень будет обновляться, да, ну, выходит, как бы, каждый раз, там, летом, перед сентябром, перед следующим, ну, перед следующим поступлением, по-моему, мы планируем включить, собственно, его в этот перечень именно уже федеральный. То есть, надеемся, что в том году такое решение будет принято, ну, а потом, как это уже будет влиять, там, на только этого года победителей, там, или на всех, это уже, наверное, смотреть, соответственно, на одних. Работу в этом направлении ведем. Десятый класс или одиннадцатый? Одиннадцатый. Одиннадцатый. Ну, поэтому пока что, прямо точно в ответа не могу сказать, что появится в следующем году. Но вот для тех, кто, там, десятый и девятый класс, в том числе, думают о будущем, тоже имейте в виду, что, во-первых, просто дипломы победы, они, во-первых, просто нужны для своего портфолио. И что, вот, мы работаем над тем, чтобы ваши труды, да, не пропали даром, что вот есть все-таки люди, которые занимаются олимпиадой, да, и, видишь, там, не обижая никого, ну, за брюшкой, да, то есть, там, какие-то олимпиады получают это баллы. А есть вот такие люди, творческие, которые занимаются цепритательством, чтобы они тоже получали дополнительные баллы КИГЭМ? Спасибо. Вот. Может быть, еще какие-то вопросы? Комментарии? Здравствуйте. Приветствую. А вот номинации «Промышленный дизайн» какие критерии оценки будут у нас остальных групп? А, собственно, уникальность, в общем-то, всего этого дела. То есть, во-первых, в зависимости от номинации, да, то есть, сколько там человеку это дело подается. Ну, и плюс, ну, опять-таки, в то же слово «уникальность». То есть, в принципе, интеллектуальная собственность обосновывает, ну, критерии какие-то, наивизна. То есть, чтобы такого не было, а, а реалистичность, то есть, чтобы, ну, это можно было воплотить в жизнь, это самое, затея. То есть, там, ну, не знаю, нарисовать платье, не знаю, из пуска металла, конечно, можно, но оно будет уникальное, в общем-то, но оно будет слишком реализуемое, слишком полезное, да, полезное. То есть, как бы такое рисовать можно, но не сильно эффективное. И если этим всем критериям совпадают, то абсолютно не ограничивается никак. А вот само оформление этой настольной игры, оно не особо влияет? Главное, чтобы она несла образовательную функцию и была угранирована. Ну да, это должна быть полностью игра со всеми правилами. У нас был один мальчик, который придумал игру про борьбу США и России по захвату космоса. То есть у него тоже была куча карточек с разными ракетами, с разными космонавтами, с разными учеными, с разными станциями, с имплокарточками дополнительного топлива и многое другое. А собственно, должна быть игра, должна быть легенда, должно быть какое-то обоснование, правила непосредственные. Это все в совокупности с тем самым промышленным дизайном для игры. По поводу игры, сразу же забегу немножечко вперед и по поводу нашего дальнейшего взаимодействия. Кто заинтересовался участием, хотел бы узнать, может быть, больше по этой области, мы благодаря ИМЦФ в дальнейшем, возможно, в декабре постараемся, то есть в течение следующего полугодня перед конкурсом, будем организовывать ряд мастер-классов. То есть мы будем приглашать людей, которые занимаются по своей природе, или занимались созданием чего-то из того, что я перечисла в наших номинациях. Они, во-первых, вам покажут и расскажут, как это делается, плюс дополнительно, как бы со своей точки зрения, как изобретатели, расскажут. Почему я вспомнил это при тебе? Просто здесь такой замечательный коллега с 590-го лицея, Юрий Вадимович Курин, который занимается уже много лет на заводках. Которые взялись идти сейчас? А я, простите, я не увидел. Юрий Владимирович. Собственно, вот, да, мы будем организовывать его мастер-класс специально, он расскажет, кажется, о том, как эти игры создаются, чьи права при этом есть, потому что есть там игры, небольшое такое вводное, как это, тизер, что называется. Бывают игры по франшизам, по мультикам, кино и книгам, бывают собственные игры, бывают авторские игры и так далее, и так далее. Вот какие при этом бывают нюансы, как бы чья собственность и где учитывается, вот Юрий Владимирович вам расскажет. Так. Большое спасибо. Всё тогда. Спасибо большое, ребята, за внимание. Если какие-то вопросы есть, в контакте на Майдотбюле, обращайтесь, можете писать вам в контакте, на почту, в группы, в лич, как угодно. Мы с удовольствием вам всё прокомментируем и расскажем. Спасибо.